часто встречаю уже фразу в комментариях продаю она старая уже возьми что-то более новое чего именно вам не хватает я вам могу сказать чего здесь нет ну а на самом деле вот давайте напишите даже приветствую всех уважаемый коллектив часто встречаю уже фразу в комментариях продаю она старая уже возьми что-то более новое ребят а зачем я задумывался над этим вопросом но ответа зачем я узнаете вот просто не нашел для себя если автомобиль не ломается не приносит никакой головной боли вообще возникает вопрос зачем тебе продавать для того чтобы что-то купить ненужное знаете как говорят в одном мультике да нужно продать что-то ненужное ну и этого ненужного не находится попросту вот такая картина но я действительно задумывался над тем что можно взять это это наверное постоянно мысли всех камриводов у которых уже какой-то период автомобиль этот просуществовала нужно сказать что у меня она задержалась надолго это пожалуй одна из самых долгих покупок которые у меня есть то есть я в предыдущих каких-то видео там уже рассказывал что действительно у меня там не toyota были до этого и другие автомобили но ребят если автомобиль вам мозги не компостирует то найти замену получается ему не так-то просто да пишут ты там сделай себе фары когда ты тюнинг себе сделаешь ребят но смотрите я тоже отвечу попытаюсь в этом видео я предпочитаю заводские комплектации полностью ну вот мне так больше нравится но я с уважением отношусь к людям которые что-то делают своими руками я их и показываю поэтому лезть туда и что-либо делать там до улучшать ну понятно вот фары там может быть поменяю но пока не меня не беспокоит связи с тем что я действительно езжу крайне мало сейчас ну там по своим делам то есть я за город куда-то в командировке далеко куда-то не мотаюсь на ней поэтому она у меня вообще не отнимает ни времени так сказать не сил хотя надо конечно же хоть из приличия полезть поменять в ней что нибудь уже да с ходовой но тем не менее это такой автомобиль даже когда порой бывает что-то вот вы едете и на ней не слышно да вы в большей степени будете заезжать на сервис чтобы вам сказали а что там надо поменять потому что на самом деле действительно на ней не слышно даже если вы опытный водитель и знаете где какой звучок и что он обозначает что пора что-то ходовой там делать все равно однозначно порой вы будете заезжать на сервис и вам будут говорить вы знаете вот смотрите тут уже шатается какой-то соленблок где-то люфтит а вы этого ощущать в ней не будете но такой автомобиль поэтому ребят найти замену как некоторые пишут она старая там дтп это не так просто потому что сейчас садишься за некоторые новые а вы знаете я езжу на них да даже там стараюсь ездить когда снимаю что-то просто ради любопытства порой чувствую что действительно по многим ощущениям отнюдь не хуже и даже мягкий там то к чему ты привык именно в ней в камре сороковки вот к примеру заходите вы на какой-то форум не дает там да там а то полетела это что означает это ошибка у меня там дергается у меня здесь заходите там на форум тойоты они как правило вообще полумертвую или как там у нас группа там езда камре водов там будут общения куда поехать на шашлык как досуг провести так далее вообще порой да не не тематические с одной стороны потому что но в по поломкам обсуждать нечего ребят значит ли это что камре не ломается да конечно же ломаются бывают такие экземпляры продают уже загнаны автомобили порой не вылазили из командировок по областям постоянно где-то на предприятии они были то есть разгонными автомобилями а порой именно такие брали на предприятия для командировок для дальнобоев под руководителей потому что они выносливые и соответственно уже продают по остаточной стоимости людям людям нужно заниматься ими не все это понимают там уже действительно присутствуют какие-то проблемы и потом появляются комментарии как раз о том что фигня там вот ломается все ничего не выдерживает она уже старая туда там вот отсюда такое мнение если вам продали автомобиль выжатый уже полностью как тряпку но что от него можно хотеть там конечно же придется уже много чего вкладывать менять и так далее для того чтобы получить какую-то адекватную отдачу если за ним следили я его брал в принципе довольно свежим у меня он уже долго действительно то и и если вы будете поддерживать его все будет прекрасно что касается технологий того что она уже старая опять таки когда некоторые пишут ребят но я хотел бы поинтересоваться чего именно вам не хватает я вам могу сказать чего здесь нет но мне это абсолютно не мешает да здесь нет к примеру удержание в полосе здесь нет предупреждения там столкновений но круиз на некоторых есть на некоторых нет но порой это те функции которыми на практике когда вы берете новые автомобили вы сами не пользуетесь а здесь базово да все просто все есть но плюс то в том как раз что и ломаться по сути дела здесь нечему а если есть ему то они это сделали довольно надежно все ну а на самом деле вот давайте напишите даже чего вам не хватает здесь в плане технологий к примеру дан там регулировка зеркал у нас есть есть там большинстве омыватели стоят на фары стоят парктроники есть есть управление с руля магнитолой присутствует там остальными некоторыми вещами здесь тоже до присутствует кондиционер есть есть климат-контроль и есть есть но вот это же европа до база мы говорим там некой комплектации европейской то есть на самом деле весьма весьма трудно даже найти вот так чтобы действительно сказать чего здесь не хватает вот такого серьезного знаете как то есть я понимаю да сейчас есть супер новой технологии там выключение дальнего света удержание опять-таки в полосе там я знаком неплохие фишки но на практике вы это в пробках в быту в городе навряд ли будете регулярно использовать на самом деле поэтому это я бы сказал так уже до придумывания в велосипеде некоторых новых фишечек да это классно это удобно но опять таки это все отталкивается от некой базы а база здесь вся есть и плюс то что здесь все довольно просто как говорят да это тойота здесь просто и она более длительный период вам мозги не это вы поняли ничто не компостирует что касается кузова то вы знаете у меня тоже никаких претензий вот нет абсолютно но у некоторых брендов там или других или просто добывать после дтп ну что-то начинается но если у тебя ничего нет то опять-таки это довод к тому что а зачем думать о том чтобы искать что-то иное поэтому философия у меня именно такого то есть если нет даже намеков нигде это японская сборка она очень неплохая тоже опять-таки некоторые заблуждаются мне писали там вас не японская ребят японская японская на свинкоды джей ти это чисто япония в японии собирают как лево руки автомобиль правой занять как лево рульные автомобили такие право рульные автомобили япония их собирает поэтому действительно сборка это также японская дает о себе знать это тоже громадный плюс это немаловажно надеюсь я ответил на вопрос почему да как некоторые пишут там она старая ты старой корчи не продаешь ну я его таковым не считаю просто мне все нравится всем удачи добра пока